я вчера изучал его целый день и сегодня вам предоставлю то что я изучил делаю вывод что можно разобраться самому вообще ничего для этого не нужно для этого нужно просто сесть посидеть но это настолько увлекательно и интересно сделано совершенно конструктор сайтов сделан совершенно в новом языке совершенно в новых технологиях вы это сегодня увидите я думаю что еще такого уровня нету я думаю что наверно в мире еще такого нету потому что очень серьезная работа это наша разработка разработка компании access маркетинг много людей над этим работало много сил нервов и средств потратено и мы с вами получили получили этот продукт 10 дней назад и сейчас я расскажу как с нуля пошагово просто никогда не занимаясь бизнесом никогда не занимаясь компьютерами не разбираясь создать себе собственный веб-сайт для чего это нужно для чего это нужно когда вы сами разбираетесь когда вы сами это делаете вы владеете информацией знаете я когда-то дел веб-сайты и ты зависишь от этих людей которые тебе делают веб-сайт поскольку постоянно идут изменения постоянно нужно что-то вносить дополнять изменять переделывать жизнь меняется все течет то есть просто не хватит средств для того чтобы использовать чужих людей программистов чтобы они это делали то есть богатые компании которые имеют значительные средства они себе это могут позволить а простые обычные люди или маленькие компании себе этого позволить не могут поэтому очень важно когда маленькие компании простые люди маленькие бизнесы могут сами для себя это сделать и так как это сделать с нуля вы можете записаться в нашу компанию и вы знаете у нас есть офис компания xs маркетинг есть офис я просто напоминаю чтобы войти в офис достаточно зайти вам на веб-сайт xs маркетинг есть много разных названий веб-сайта входите в веб-сайт и набирайте логин ориентируйтесь по желтым стрелкам потому что чтобы не было путаницы я все поставил желтыми стрелками куда нужно нажимать куда нужно кликнуть уже некоторые кнопочки маленькие некоторые большие чтобы было сразу может быть быстро ориентируется ориентироваться и так логин до логин вверху увидите стрелочка когда вы захотите нашу сайт нажимаете на эту стрелочку и вы попадаете в кабинет в кабинет наш кабинет я рекомендую сразу перейти на русский язык то есть это очень важно что вы переходите на русский язык в правом верхнем углу вы нажимаете на русский язык выбираете язык дальше нажимаете купить продукт читайте по-русски русский читайте ведь вторая стрелочка купить продукт не расстраивайтесь мы будем покупать продукт бесплатно совершенно бесплатно то есть мы рассмотрим сегодня совершенно бесплатную версию еще есть три версии мы будем рассматривать бесплатно можете писать если бесплатная нам подойдет что произойдет в платных версиях и так нажимаем на купить продукт И там выбираем именно клиентский пакет. Клиентский пакет. Купить клиентский пакет. И когда вы входите на вкладку клиентских пакетов, в самом низу, в самом правом низу, вы можете найти бесплатный сайт-билдер, конструктор сайтов. Вверху вы видите еще есть 3, есть еще за 325 долларов, есть за 215 и есть за 105 долларов пакеты. Но мы их не берем. Мы покупаем бесплатный продукт, самый нижний, за ноль денег, ноль денег, ноль бесплатно. Вы видите, там есть справа корзиночка. Нажимаем просто на корзиночку, зелененькую корзиночку, жмем. Слева для проверки можете посмотреть, что номер этого продукта, бесплатный конструктор сайтов, номер продукта 90 073 цифра. Ну, нам это не нужно. Набираем просто на корзиночку и мы попадаем в меню, где нам нужно купить. Нажимаем просто на кнопку купить. Не смотрим ни на баланс наших денег, это никого не волнует. Не важно, сколько у вас денег на счету, не важно, с какого аккаунта будет оплата или с айкеша, или с векеша, абсолютно не важно. Просто нажимаем купить продукт. Купить кнопочка по-русски, читаем. Он показывает, что вы будете покупать конструктор сайта. Называется он YoWeb. Наш этот веб-сайт называется YoWeb. И написано, что он базовый, бесплатный, ноль денег. И подтверждаем покупку. Справа купить нажимаем. Я думаю, что никто не ошибется. И вам система говорит спасибо. Транзакция выполнена успешно. Вы можете вернуться назад, покупать какие-то покупки. Можете чем заняться дальше нажать на кнопочку. Но я рекомендую зайти сразу в свой имейл, потому что он у нас уже был, когда мы регистрировались на нашу компанию. Он уже у нас был зарегистрирован. Заходите в свой имейл и находите этот имейл. И вы видите, вам прислали ссылку и прислали пароль. Два имейла придет. Один с паролем, другой с ссылкой. Нажимаете на ссылку. Ссылка YoWeb.access.com. Я думаю, что все понятно. Либо просто в любом браузере нажимаете, набираете YoWeb.access.com, либо прямо здесь на готовую ссылку нажимаете, где стоит стрелка желтая. И попадаете на русском языке вот на такую страничку. Ваш дизайн, ваш бренд, ваш веб-сайт. И вы можете делать три вещи. Создавать, редактировать и подключаться. И нажимаем «Войти» вправо, вверху стрелочка. «Войти» уже куда входит. Что мы набираем здесь в веб-сайте? Мы набираем свой имейл, имейл-адрес, на который нам приходила почта, и пароль, который нам прислали в имейле. Можете запомнить этот пароль и нажимаете «Войти» уже непосредственно в YoWeb, в сам строитель сайтов. И попадаем на первую страничку. Первая страничка. Что нам нужно сделать? Мы можем придумать себе домейн. Домейн. Вот видите, я себе придумал домейн сразу с моим именем. Имейте в виду, что поскольку это только открылось, сегодня вы можете забить себе домейны, какие хотите. Те, которые, может быть, потом будут в большой дефицит и дорого будут стоить. Вы сегодня можете совершенно бесплатно забить себе домейн. Забить. Значит, будет, я, например, взял мое имя, там дальше идет точка YoWeb.assess.com. То есть вторую часть, она уже как бы автоматически идет, вы только придумаете себе домейн. Дальше вы должны поставить имя компании, либо любое другое имя, которое вам нравится. Можете поставить, что это тренинг, можете поставить все, что угодно, что это, я не знаю, галерея или все, что угодно. Все, что вам нравится по этому веб-сайту, вы можете поставить себе имя. Следующий, вы должны придумать заголовок веб-сайта. Вот тут уже важно, заголовок веб-сайта, это уже как ключевое слово при поиске, тут важно, какой будет заголовок. Я просто набрал success, просто придумал успех, ну как бы вот успех, просто придумал себе это. Вчера, так сказать, на скорую руку придумал такой веб-сайт для демонстрации. И выбирайте себе язык сайта. Я думаю, ну все понятно, абсолютно любому, кто первый сюда зайдет, абсолютно понятно. Домейн, любое имя, либо свою компанию можете поставить, либо чужую, все что угодно. Заголовок веб-сайта, это очень важно. И выбирайте язык, и внизу нажимаете на кнопку создать веб-сайт. Понятно абсолютно любому. Дальше, вы подаете на такую страничку, первую страничку этого веб-сайта, где вы увидите слева пять окон. Видите, вот слева они немножко такие, не очень хорошо видно, но я их написал красным цветом, и стоит желтая стрелка. Сейчас мы на первой странице, поэтому открыто окно, которое называется веб-сайт. Второе окно это редактор, ниже. Третье окно это тема, четвертое статистика и пятое аккаунт. Итак, видите, у нас сейчас включено первое окно, веб-сайт. Что это такое? Создание страниц. То есть сначала вы должны создать себе страниц, сколько вы хотите. Одну страницу, две страницы, три страницы, десять, сколько хотите. Мой веб-сайт, вы видите, называется Success. Имя веб-сайта, название веб-сайта уже стоит. И видите, первая страница, она здесь называется Домой. Ну, мне как бы не нравится страница Домой. По умолчанию они так ее называют, вот Страница Домой. Мне не понравится название, я вам покажу, как я его изменю. И здесь вы видите еще одна стрелочка, карандаш, потом такой глаз и домик. Значит, карандаш это вы можете делать любые изменения, редактировать любые изменения. Что интересно, что редактирование вы можете увидеть во многих местах, в виде карандаша, в виде там различных других вещей. То есть вы всегда в любом месте можете отредактировать и вернуться назад и все исправить. Поэтому не беспокойтесь, тренируйтесь, пробуйте. Итак, этот карандаш, который можно редактировать сегодня, эту первую страницу. Дом, глаз это то, что вы можете показать эту страницу, посмотреть как она будет выглядеть. И дом, вы можете всегда вернуться на домашнюю страницу. Итак, давайте, допустим, внесем изменения, редактировать, попробуем немножко, добавить страницу, например. Вот видите, вот есть, скажем, я посмотрел, что у меня, скажем, мало одной страницы. И я добавил здесь еще одну страницу и назвал ее «Мои видео». «Мои видео» я назвал эту страницу. Тут все очень просто. Появляются саблоны. Саблоны разными. Давайте потом поговорим о саблонах. Они по-разному могут располагаться. Я вам потом покажу, как расположена типовая страница, где уже, как бы, есть разные блоки на этой странице. Я вам потом покажу. Вы сейчас не пугаетесь этого слова. Блоки – это такие отсеки разные, где у каждого отсека, каждый отсек можно редактировать. Компания называет этот отсек контентом по-русски. То есть на каждой странице много контентов. Вам дают разные примеры контентов. Вы хотите, вы его расширяете, хотите, его сужаете, хотите, его удаляете, этот контент. Хотите, вы его загружаете туда что-то другое. Причем есть контенты для видео, есть контенты для текста, есть контенты для заглавий. Есть контенты для, скажем, подписи вашей, где вы ставите все ваши данные. Мы сейчас это все рассмотрим подробно. То есть сейчас я что делаю? Я имею сегодня одну страницу, да, одну страницу, во-первых, я ее переделал, назвал «Главная» вместо «Домой». И вторую страницу я сделал, она будет называться «Мои видео» просто. Вот так я просто это назвал. Причем, причем вы читаете по-русски, да, скажем, и можете это дело редактировать, да. Скажем, редактировать страницу, любую. То есть вам не понравилось, вот, допустим, здесь мне не понравилось, как называлась страница «Домой». Я вместо нее «Домой» зачеркнул, видите, заголовок, и назвал ее «Главная». Все, дальше сохранить изменения. То есть очень просто, очень просто. Видите, сразу меняется. Вместо «Домой» поменялось на «Главная». Видите, появилось сразу меню «Главная» и «Мое видео». То есть вот она первая страница, да, первое окно, которое называлось «Веб-сайт». Помните, у нас этих пять окон, чтобы следили за моей мыслью, потому что все очень просто, но много всяких нюансов, чтобы вы не потерялись. Для первого раза оно всегда может быть, так сказать, не совсем понятно. Итак, я просто сделал две странички и назвал их «Одна главная», «Другая – «Мое видео». 100 из 100, если я хочу отредактировать. Я могу нажать на карандаш, да, или могу нажать на глаз. Я буду менять что-то. Глаз – это чтобы посмотреть, карандаш – это чтобы изменить. Плюс у нас в правом углу, здесь она не появилась, эта кнопочка, в правом углу у нас всегда есть кнопочка для быстрого изменения, если нам что-то нужно, если мы где-то находимся. И так понятно. Я создал веб-сайт, на котором есть две страницы. Теперь нужно эти страницы наполнить содержанием каким-то. Понятно. Поскольку у нас веб-сайт бесплатный, у нас есть какие-то ограничения. У нас есть какие-то ограничения. Значит, у нас есть две страницы. Я возвращаюсь к нашему главному меню, где есть пять окон. Помните, вот эти пять окон, я вас напоминаю. И хочу познакомиться со вторым окном, которое называется «Редактор». Вот я нажимаю на второе окно. Как к нему войти? Просто, где стрелочка, нужно нажать. Просто нажать сюда, и у вас появляется второе окно. Второе окно, видите, оно загорается синим и подсвечивается. Написано «Редактор». И в редакторе появляется страница полная. Я вам ниже покажу эту полную страницу, полное ее развертывание. Потому что она не может поместиться в одном месте. Ее нужно показать в четырех фрагментах. Но что важно? Важно, что слева и наверху есть окна. Наверху есть окна, видите, «Редактировать», «Предосмотр» и «Сохранить страницу». Но я не думаю, что нужно комментировать это все. То есть, понятно, «Редактировать» значит «Редактировать». То, что вы написали, или тот образец, который там есть, его изменить на свой. Текст поставить свой, там, где текст. А там, где картинки, поставить свои картинки. Все очень просто. Но есть же еще разная форма. Одному нравится такая, другому такая. И вы видите, вот слева, слева есть разные колонки. То есть, тут есть фактически в этом окне «Редактор». Есть еще, видите, колонки, тексты, навигация, медиа, другое и соцсервисы. Еще шесть подокон. Итак, первое под окно колонки. Очень просто. Нажимаем на колонки. И у вас высвечивается, видите, вот тут порядка восьми разных колонок. То есть, вы можете сделать окно одно большое сплошное. Страница будет сплошная и сами там печатать, как хотите. А можете разделить на две половинки. А можете на три половинки. Три колонки. И у вас в виде колонок это все будет складываться. А можете четыре. А можете больше. А можете одна посредине большая, две с краю маленькие. А можете как угодно. Как угодно можете сделать. Как это сделать? Нажимаете просто на строчку колонки, и вам это все показывает. Как вы потом это делаете? Просто берете мышкой, нажимаете на левую, на левую, левый пальцем, да, на левую сторону, на левую кнопку, и просто перетаскиваете. Когда вы перетаскиваете, скажем, с тремя колонками, у вас сразу делятся на три колонки. Ну, когда попробуйте, вы это увидите, что это очень просто. Просто перетаскиваете эти колонки сюда на ваше поле, где вам надо, и в том месте, куда вы перетащили, оно появляется. Элементарно просто. Тексты, да, то есть вы можете тексты. Когда мы нажимаем на тексты, вам появляется слева, видите, шесть окон с текстами, разные, да, разные. Вы можете там тексты, видите, тут разные не появляются. Первое, там, скажем, панель меню. Вы можете эту панель сделать, как три вертикальные меню. Или вот слева, видите, целую навигационную цепочку туда можете поместить. Или же вы можете кнопку, вы хотите, чтобы кнопку поместить свою, да, где вас нажимать. Вы можете ее в любое место поставить. Вот куда вы ее вот возьмете левой кнопочкой, поместите, перетащите, там она у вас и появится. Обратите внимание, оно может быть очень плохо видно, потому что они еще затемненные. В каждом разделе, в каждом блоке есть такие зелененькие, черные и красные кнопочки. Когда вы к ним подводите, они подсвечиваются. Я потом вам ниже покажу. Но когда вы к ним не подводите курсор, они обычные такие, затемненные, замутненные. Что это за кнопки? Три кнопки, они всегда будут. То есть ваша главная страница, любая страница, она разделена на множество таких разделов, блоков, сегментов или контентов, как они называют. И каждый контент имеет такие три кнопки. Зеленая кнопка – это редактировать, опять редактировать, опять все можете менять. Я вам потом покажу. Черная кнопка – перетащить. Вы можете все перетащить, что хотите. И красная – отменить, крестик, как всегда. Итак, продолжаем. Нижняя, нижний титул. Что такое нижний титул? Вы, скажем, можете написать свои данные, свой скайп, свой имейл-адрес, свою фамилию, свое имя компании, все что угодно. Один раз, скажем, написать внизу, видите, там стрелочка внизу стоит, что нижний титул, нижний. Вы однажды, скажем, это написали, и оно автоматически будет появляться на всех страничках, когда вы будете это просто перетаскивать. Не надо повторять это, печатать, потому что это сложно, да, печатать повтор. А так вы раз и туда. Следующее вы нажимаете на медиа. Да, слово медиа, понятно, это изображение. Слева, видите, картинку можете поместить. То есть вы просто перетаскиваете вправо, да, в любое место, и вы говорите, я хочу в это место картинку одну. Вы туда помещаете, у вас загорается такая синяя линия. То есть показать это гораздо проще, чем рассказать. И появляется там у вас место, где можете повести картинку. Когда вы на это место нажимаете, вас спрашивают, какую картинку ты хочешь поместить. То ли со своего компьютера, то ли из заранее приготовленной библиотеки. Помните, я вам говорил, домашнее задание. Подготовить библиотеку картинок, в смысле фотографий, да, или там, что вас интересует, или имиджи, или же видео. Все, что угодно. Так вот, в разделе медиа вы можете перенести одну картинку. Справа видите, целую галерею картинок. То есть вы помещаете там место, где туда загружаете целую галерею своих картинок. Или сделать целый слайд-шоу, они будут постепенно одна за другой сами загружаться и сами показываться. Или просто иконку какую-то. Ну, что такое иконка? Ну, скажем, вы помните, в Акцессе есть буква А в кружочке синем. Ну, это как бы наша иконка, это наше лого, да, это наш знак. То есть вы можете лого любой компании или своей компании приготовить. И, скажем, опять-таки перетаскиваете в то место, куда вы хотите, или хотите во все места, и потом туда загружать или удалять, все что угодно. То есть всегда можно загрузить, нагрузить много всего. Я вчера нагрузил разные всячины, потом все поудалял. То есть очень-очень интересно, да, очень красиво. Или вы можете загрузить YouTube. Я вам потом покажу на примере YouTube, как это красиво делается. В конце немножечко покажу. То есть просто перетаскиваете вот этот квадратик синенький. Я вам покажу, как это делается практически. И в этом месте вы можете поместить любое потом видео. Или же Vimeo, да, Vimeo. Вы знаете, вот у меня есть сайт Vimeo. Там порядка 70 или 80 видео. Я могу просто Vimeo туда загружать и каждый раз там менять видео или все подряд туда их установить. Да, если хватит места. То есть очень интересно. Следующие колонки. Следующие колонки. Другое. 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 Вы там можете поместить что-то другое. И социальные сервисы. Там вы можете в другое, там всякие карты, там логотипы, разные линии подчеркивания, разные формы там менять. Ну, всяческие и всячины есть. И социальные цепки. Вот это очень интересно. Я попробовал, берешь, скажем, перетаскиваешь, точно все то же самое. Перетаскиваешь в то место, куда надо, и в этом месте появляется место, скажем, Facebook. А потом вы, когда нажимаете на это место, кликайте, да, левым пальцем, да, левой мышкой, левой кнопкой, кликайте. Они спрашивают, какое имя Facebook ты хочешь туда загрузить? Хочешь свое, хочешь чужое? Хочешь там много разных. То есть очень удобно и очень просто. И очень просто. Итак, мы рассмотрели два окна. Первое окно – веб-сайт, да, это создание страничек. И второе – редактировать каждую страницу. Очень просто. Я вам потом покажу пример, как редактировать. Третье окно – тема. Тема, да, важное окно – тема. Тут образцы. То есть если вы сами не можете составлять, тут много разных образцов. Светленьких, темненьких, разных, разных, да. И причем вам есть там поиск. Хотите светленькие, хотите по имени их искать, хотите темненькие, хотите новые, которые сейчас придуманы, потому что постоянно добавляются. Хотите, скажем, те, которые… Видите, вот я тут взял, скажем, все темные образцы. Они дают все темные. Вот скажем, давайте посмотрим пример возможности размещения на страничке. Вот так примерно выглядит страница, вы помните, да. Но вы помните, что на одной… Я не могу вам показать всю страницу целиком, поскольку она длинная. Поэтому я ее разделил на четыре части. Видите, поставил внизу часть первая, единичка. Вот так примерно выглядит страничка. Слева вам меню, чтобы вы могли быстро редактировать какие-то хорошие… То, что вам нужно, и строить так, как вам надо. Либо тексты, либо колонки, либо там видео размещать, либо фотографии размещать. Все что угодно. Посередине видите разные блоки. И против каждого блока есть три кнопочки, вот о которых я говорил. Зеленая, черная, красная. Зеленая, напомню, редактировать, черная перемещать и красная отменять. И это в разных видах. Вот скажем, я могу быстро изменить свое название, которое я там придумал. Достаточно мне нажать на зеленую кнопочку в блоке, где стоит название, и оно тут же мне все поменяет, как я захочу. Очень удобно. Или, допустим, вот здесь текст. Я могу этот текст тоже быстро редактировать. Это первая часть. Вторая часть, ниже, да, то есть представьте себе страницу, и мы опустились чуть ниже. Чуть ниже. Видите, я специально захватил немножко верхнего куска. Тут уже вам есть места, блоки, где вы можете размещать свои видео разные. Просто свои видео, свои картинки. И то же самое. Вы можете в любое из этих мест сделать еще изменение. То есть поделить его на колонки, на 8 колонок, скажем, на 6 колонок могу поделить, или на 3, или буквы разные текста загрузить, заглавные. То есть все что угодно. Идем на следующую, третью часть. Третья часть тоже, видите, она раздена в разных видах. Вы можете это все еще поделить на 2, на 3, или вообще удалить, или добавить такое же. И везде можно, видите, редактировать. Видите, вот тут я уже подсветил, и оно загорелось. Зелененькое это, напоминаю, редактировать. Черное это перемещать. И красное отменять. Видите, третья часть. Четвертая часть, то же самое, видите, только в самом низу, вы видите, можно поставить свои все реквизиты. Там надо телефона, адрес, все что хотите. Очень удобно. Давайте сделаем пример. Пример, допустим. Вы хотите, вы, допустим, наделали все, и как вам вернуться? Просто вверху есть изменить, да, все читайте по-русски. Нажимаете на кнопочку, на стрелочку, и вам тут есть будет вернуть, или отменить, или все что угодно, или вставить, или вставить текст. То есть вы можете и по-старому, и по-новому, и вкладывать и блоками готовыми, и печатать здесь по-новому, и переносить фотографии, и переносить тексты, и переносить целые блоки, и можете их строить и вертикально, и горизонтально, и тут же удалять, и тут же переносить. Ну, просто легко и просто, даже не могу сказать. И самое главное, что все на русском, и все понятно. И как только вы кликаете мышкой, ну, все становится понятно. Но проще не бывает, я вам скажу откровенно, просто вот садись и сам разбирайся. Вот смотрите, вот берем маленький примерчик. Вот смотрите, я взял вот, видите, вот, YouTube перенести. Вот просто нажимаешь на YouTube, и держишь кнопкой, и тащим левой кнопкой, вот допустим, в это место. В среднее, скажем, в среднее, вот видите, тут три текста, в средний текст. Когда вы это тащите, вы прямо тащите это, видите, вот оно тащится прямо, вот это вот, оно становится синим и тащится. И внизу вы увидите такую синюю полоску. Когда оно тащится, вы сразу увидите синюю полоску. И когда вы отпускаете это, просто отпускаете, кидаете, появляется просто место YouTube. Только оно пустое место для YouTube. А как его отредактировать? Просто нажимаете на зеленую кнопку «Редактировать», и вас спрашивают, какой адрес из YouTube ты хочешь сюда вставить. Вы понимаете, как просто? Вы копируете любое видео с YouTube, вставите сюда и нажимаете «Применить». Все, и у вас появляется видео с YouTube. Просто. Это вы можете вставить в любое место, в любую точку, и можете это редактировать. Вот эта вся презентация. Посмотрите, насколько это просто. Более того, когда вы находитесь в разделе «Редактор», у вас еще дополнительное меню появляется. То есть, помните, в разделе «Редактор» на страничке, когда вы просто хотите редактировать непосредственно уже самого раздела, вот эти три кнопочки опять, вы нажимаете на вот эти три кнопочки. Видите? «Редактировать», «Перетащить», «Удалить». Нажимаете на зеленую кнопочку «Редактировать», нажимаете на то поле, которое вы хотите редактировать, и у вас вверху появляется еще дополнительное окно, еще различные возможности. Видите, вверху маленькие такие буквочки. Там заголовок, где там куча всего, может, разных заголовков. Там большой, хотите маленький поменять его, хотите его вот так, хотите так, хотите совсем маленький. Ну, как хотите. Буква «Б» – это жирная такая, то есть, ваши буквы становятся жирными. Помните, когда вы нажимаете на вот эту букву «Б», они становятся жирными. Вот буква «Ай» под наклоном, они появляются такие под наклоном, совершенно другой шрифт. Или такая вот буква, помните, с нижним подчеркиванием. Да? Нижним подчеркиванием. То есть, у вас оно появляется с подчеркиванием. Ваш чекс будет подчеркнутый. То есть, вы хотите, допустим, что-то подчеркнуть. Вы подводите вот к этому месту, его помечаете, его, да, затемняете его, и нажимаете на эту буквочку, с нижним подчеркиванием. Или там вот типа доллар сперечеркнутый. Это значит, что вы можете зачеркнуть. Скажем, вы пишете цену, там, понимаете, как у нас любят писать цены? Маркетологи пишут цену там 100 долларов, потом зачеркивают, говорят, нет, только 5 долларов. Она и так стоит 5 долларов, и люди покупают за 5 долларов. Поэтому вы можете эти цены перечеркивать. Тексты, обратите внимание, видите, вот текст у вас, он как бы смещен слева, да, здесь он как бы по центру, если вы нажимаете, и тут смещен справа. То есть вы можете тренироваться, пробовать. Или вот, вот видите, вот такие вот, вот стоит стрелочка у меня, маркировка списка. То есть вы создали список, и вы хотите этот список маркировать. Вы можете его, скажем, одни номинования пометить окружностями, другие кружочками, третьи, значит, квадратиками. Можете такую маркировку сделать. Или же вы хотите сделать маркировку, скажем, цифрами. То есть вторая, без стрелочки, да, вторая шашечка такая, да, шашка перевернутая. Вы можете делать маркировку цифрами, просто обычными цифрами, да, там списком. Причем есть разные стандартные цифры, латинские, греческие, римские, строчные, заглавные, буквами. То есть как хотите. Мне понравился вот ассортимент, выбор. То есть можно создать на свой веб-каз. Представьте себе, что вы там говорите там программистам, тут хочу так, тут хочу так. И все изменения он там, он вам говорит, это сложно, страстно, сложно. И он вам, это будет стоить много денег. Представьте, вы сами заходите, меняете, вам сайт надоел, вы поменяли, вы переделали. Дальше, видите, такая буква А, сподчеркнутая. Вы можете делать подсветки, подсвет. Как только вы на нее нажимаете, разные цвета появляются. Хотите давать цвета там, вашим текстам, буквам, строчкам. А вторая буква А, такая затемненная, да. Вы можете уже менять поля, фон менять. Очень важная функция такая, вот видите, вот типа бесконечность. Это очень важная функция. Это вы можете дополнительно загружать видео различные, да. То есть вы можете вставлять различные видео сюда. Это очень важно, да. То есть раз вы что-то где-то забыли, где-то вы хотите сделать ссылку какую-то, просто в виде ссылочки раз, нажали сюда, набрали ссылочку, и здесь она у вас появится. То есть вы можете с любой странички сделать переадресовку еще на сотни страниц или на сотни веб-сайтов других своих. Понимаете, как можно построить это, грамотно, так сказать, сделать маленький веб-сайт и сразу тут же пригласить человека на большой, если ему интересно. То есть очень много можно всяких дел. Вторая, видите, такая же бесконечность, перечеркнутая. Это значит отменить. То есть нет, вам это не понравилось, вы хотите это все отменить. Вы можете якоря делать, вы можете, видите, вот кавычки, вставлять различные цитаты, а вот перед кавычками вы можете делать различные изображения. То есть очень много всего. И в любой момент можете всегда редактировать, все менять. Видите, вот вверху еще и кнопочка есть, вверху, в самом верху. Тоже можете быстро менять, просматривать любые изменения. Все. Представьте себе, полчаса, полчаса мы все с вами научились. Я думаю, что понятно. Я думаю, что понятно. Дайте мне знать, понятно было, как создать веб-сайт. Сможете разобраться или нет? Вот поставьте плюсики, кто сможет. Кто сможет разобраться, создать веб-сайт. Сегодня, с нуля. Интересно, знаете, или было понятно, то, что я говорил. Потому что иногда, в общем-то, дело новое. На самом деле, показать гораздо проще сделать этот сайт, чем объяснить. Я думаю, что любой, представьте себе, любой человек в мире, да, вы посмотрите себе, вы же первый раз, еще будет много всяких разъяснений, будет много различных конференций, будет от компании много различных видео. Можете себе представить, вообще, о чем идет речь? Просто, легко, удобно, это, самое главное, интересно, захватывающе, с удовольствием. Мы можем сделать любому человеку веб-сайт. И представьте себе, это бесплатная версия. Абсолютно бесплатная версия. А представьте себе, оплатные версии, да, оплатные версии, где она может, будет еще загружена разными другими вещами, да, и объемами, и там будет, наверняка, и интернет, и магазин, и много-много-много всего. И много всего. Вы знаете, я хочу вам продемонстрировать, продемонстрировать видео, кто еще не видел, да, видео, рекламные видео. Рекламные видео, и вы убедитесь, что, в общем-то, это, что оно, что оно реальное. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они сказали, ребята, мы вам поможем делать ремонт автомобиля своими силами. То есть они, вы приезжаете к ним, говорите, что у вас такая проблема, они вам дают запчасть, очень дешево запчасть, и дают вам инструменты, если вам нужно, и говорят, что вам нужно сделать. Можете представить? И люди, вместо того, чтобы платить там тысячу, две тысячи за свой ремонт, платили 50-60 долларов за запчасть. Можете представить? Там, скажем, мне рассказывали сейчас поменять левую подшипник с этими тягами, с всеми, ремонтники брали с них 500-600 долларов. А я, говорит, сам поменял за 35 долларов. 35 долларов. Это мне тоже самое напоминает. Программисты берут огромные деньги, чтобы что-либо сделать. Здесь мы сейчас это можем делать сами. Интересно. И многие смогут просто открыть бизнесы, которые они планируют долгие годы, планируют иначально. Но что еще интересно? Что мы не просто создаем веб-сайты. К любому можно подойти. У меня вчера один человек спросил, ну хорошо, а кому я это предложу? Я говорю, ну интересно. Есть люди, которые что-либо продают, покупают. Есть бизнесы, которые что-либо делают. Любому бизнесу. Зайдите сегодня на МОЛ. Любому. Я к нему подойду, скажу, хочешь к рунде? Помните, как это говорит? Хочешь веб-сайт? Конечно, хочу. Кто не хочет? Все хотят. А если я ему скажу цену, он меня не отпустит, сколько это будет стоить. Представьте себе, мы сегодня можем каждому это сделать. Просто. А самое главное для нас. Другое совершенно. Для нас-то главное другое. Поговорим позже. Что для нас главное. Итак, мы с вами создали веб-сайт. Веб-сайт называется Success, да? Success наш веб-сайт называется. Домейн и имя его Розенберг, и там идет, значит, там, точка и имя, и ювеб и так далее, да? Как же нам этот веб-сайт теперь показать народу на интернете? Что толку мы его сделали, этот веб-сайт? Что мы сами будем только смотреть? Давайте его покажем народу, народу, да? Причем мы можем создать веб-сайт текстовый, там, сайт, баннер, мобильный. Очень интересная вещь, о чем сейчас скажу. Вот этот веб-сайт, который мы с вами создали, он прекрасно читается на телефон. Поэтому объединяется и текстовый, и мобильный сайт. Он и является мобильным. Он и является мобильным, он прекрасно смотрится. Итак, продолжение тренинга. Вторая часть. Как созданный веб-сайт поднять желательно на вершину блаженства, да? На вершину. Опять входим в наш офис, да? Опять всегда надо быть в нашем офисе, надо быть мембером. Лучше, чем не мембером. Можно быть и не мембером. Это все можно делать, и не будучи мембером. Но лучше, будучи мембером. Нажимаем логин. Логин, видите, стрелочка логин, все то же самое. Выбираем русский, как обычно. Только теперь нажимаем «Access add». Нажимаем «Access add». Видите, стрелочка. Находим «Access add». Это «Access реклама». То есть тут оно не переводится, потому что в интернете весь поиск идет на английском языке. Мы попадаем на страничку, где можно сделать рекламу. Видите, рекламу. Моя реклама. И там есть «Разместить рекламу» и для справок. «Разместить для справок». Причем есть три вещи. Видите, приступить к работе, приступить к работе, приступить к работе. «Add site», «Add banner», «Add text». Что хотим. «Add site», реклама сайта. Значит, что делаем? Внизу нажимаем на кнопочку. Внизу «Приступить к работе». Нажимаем на кнопочку. Или же вверху, если у нас это есть, уже реклама «Добавить рекламу». Тоже можно то же самое, либо добавить новую, либо приступить к работе заново вообще, с нуля. Итак, у нас появляется вот такая страничка, где нужно ввести заголовок нашего сайта. Вспомните, заголовок нашего сайта «Success». Тайтл, ну я тайтл написал тоже «Success», можно было другой тайтл поставить для поиска в интернете. Ну, мне не важно, поскольку я делаю просто как пример. Дальше. «Description» – это описание. Ну, я написал. «Величайшая возможность изменить свою жизнь». Все, что угодно можете написать. «Url». Помните, урл мой? «Rosenberg». «.uweb.access.com». Вот так называется мой веб-сайт, где я придумал только первую часть, свою фамилию. Пусть будет сайт по моей фамилии. Мы еще сделаем много сайтов, мы еще будем над этим думать. Самое главное – это думать, какой веб-сайт, что придумать, какой бизнес, то есть что другое. И чем платить. А чем платить у нас уже есть. И у нас уже есть с вами кредиты. Кредиты будем сейчас использовать. Сейчас вам расскажу, каких использовать. Язык рекламы. Ну, русский. Да, русский. Видите, и внизу мы даже видим уже образец моего сайта. Ну, поскольку я как бы ничего там не изменил, так он как бы имеет вид странички типовой. И вверху, посрединке у нас есть кнопочка «Следующий шаг». Ну, вообще, я не знаю. А слева кнопочка «Вернуться». То есть, хотим вправо, вперед идем, лево вернуться. Но я не думаю, что есть что-либо проще. Да, проще. Я поставил желтую стрелку, чтобы было видно, куда нажать. Нажимаем на эту стрелочку. И дальше, второй шаг. Мы выбираем слова. Слова. Надо сделать нам слова. Ну, слова – это уже, конечно, по теме сайта. Если сайт о спорте, значит, надо слова спортивные. Если сайт о музыке, значит, музыкальные. Понятно, да? Все понятно. Второе – надо выбрать страну. То есть, самое главное – выбрать страну. Страну я рекомендую выбирать, скажем так, вот вы выбираете, не выбирай сразу много стран. Вот я тут написал, скажем, и Россия, и Канада. Не надо. Это неправильно. Нужно выбрать сначала Россию и сделать, и сделать, скажем, расставить кредиты только на Россию, там, дать бюджет на Россию, там, не знаю, тысячу, две тысячи, сто тысяч, двести тысяч. И отдельно сделать бюджет на Канаду. То есть, два раза вот это все, вот эту процедуру сделать. Ну, я это в одном месте показываю, как пример, поэтому я поставил одну страну. Следующее. Ну, скажем, если у меня десять стран, значит, десять раз сделаю. Если я хочу, чтобы мой сайт крутился в десяти странах, значит, десять раз. Это все делается в течение до минуты. Значит, десять минут уйдет. Потому что поставить везде разные бюджеты. Да, скажем, в России я хочу, чтобы у меня было, там, сто тысяч, в Канаде хочу, у меня, там, две тысячи, примерно, да. Там, в Бангладеш одну тысячу, ну, примерно, понятно, да. Потому что я здесь поставлю один бюджет, он будет делиться, как сама программа будет делить. Поэтому не нужно. Вот сами управляете процессом. Следующий шаг. Опять нажимаем на ту же кнопочку, да, где стрелочка. Следующий шаг, самый главный. Баланс кредитов. Баланс кредитов. Значит, у вас есть бюджет, вы ставите общий, сколько он вам позволяет. Причем, смотрите, сейчас, ну, что нам нужно с вами сделать. Что я, например, себе буду делать. Я сейчас себе создам, скажем, пять-шесть веб-сайтов. На каждый веб-сайт поделю все мои кредиты, которые у меня есть. А вот ежедневный расход поставлю, скажем, там, ну, скажем, пятьдесят или там сто кредитов. Что это значит? Я знаю, что у меня сайты будут крутиться несколько лет. Тут я туда даже не буду заходить. То есть эти домейны будут крутиться несколько лет. То есть если поставить, ну, скажем, миллион кредитов, общий объет, общий бюджет, а ежедневный пятьдесят. Можете себе представить, сколько дней надо, чтобы потратился миллион кредитов. Ну, если у вас есть, или там сто тысяч, или две тысячи. Вот так, да? Вот так я рекомендую сделать. Тогда ваши кредиты будут очень хорошо сохранены здесь. Очень хорошо сохранены. Так, и в следующий момент вы должны поставить дни недели и часы, когда вы хотите, чтобы они работали. Очень важно. Потому что некоторые ставят дни недели, там, пустить сайт в России, а время ставят американское. Тут стоит американское время. Да, скажем, час, там, десять утра по американскому времени, к примеру. Что это означает? Значит, в России он будет ночью. Кому он нужен? А потом он скажет, слушай, а у меня никто не заходит на мой веб-сайт. Я говорю, а ты когда его показываешь людям? Когда они спят? Поэтому делайте поправку на время. И тоже на кнопочку нажимаем. И у нас фактически веб-сайт готов. Все, готово. Вы поставили имя веб-сайта, вы поставили бюджет, поставили ключевые слова, и вам показывают. Вот смотри, что ты сделал. Вот у тебя заголовок, вот у тебя бюджет, вот у тебя страны, в которых будут показываться, вот предварительный просмотр можешь здесь сделать, вот язык, на котором будет тебя устраивать, вот ежедневный расход, еще и ставка. Ставка. Что такое ставка? Ставка – это, скажем, если вы делаете, скажем, один просмотр, к примеру, скажем, один к одному. А вы, скажем, хотите поставить, вот, скажем, несколько людей сделали одинаковые веб-сайты, такие же, как и у вас. Кто победит? У того, у кого больше ставка за один просмотр. То есть вы ставите за один просмотр не один кредит, а, скажем, 10 кредитов за один просмотр. А другой поставил за один просмотр один кредит. Кто победит? Конечно, победит тот, кто поставил больше, 10. Не жалейте кредитов, хотя у нас, конечно, есть и не очень радостная новость, но я о них сегодня не буду говорить, их вам объявят немножко позже. Нам всегда давали премии по кредитам, когда мы делали клики. Сейчас компания эти премии отменяет. Поэтому, говорил, всегда лучше заходить раньше, чем позже. Помните, мы 25 кликов делали, и нам добавили 25 в подарок. Этого уже не будет. То есть сколько накликаем, столько и получим. Поэтому ценность повышается, да, то, что мы всегда говорили. Поэтому все свои кредиты поставьте, распределите на 2-3 веб-сайта, 3 домейна, и поставьте маленький, какой вам нужен просмотр, и ручеек будет течь. Там полгода, год, два года, три года. У кого-то будет хорошо течь, у кого-то будет плохо. Да, ну, как всегда. Все, закончилось. Последний раз нажимаем на кнопочку, и вам говорят, все, сайт готов. Все, ему даже номер присваивается. Видите, внизу номер ему стоит. Он сейчас на рассмотрении будет 2-3 дня, чтобы мы там с вами, ну, чтобы он соответствовал всем законам, да, всем положениям. Потому что у нас некоторые, многие веб-сайты запрещены, там всякие порнографии, и все, что запрещено законом, запрещено. Да, но они говорят, а за твой веб-сайт, Rosenberg.uweb.assess.com, да, этот веб-сайт, бюджет такой-то я поставил 3 тысячи, дневной лимит 50, остался кредит здесь 3 тысячи, потому что он еще не начал работать. Ставка 1, показы пока 0, статус на рассмотрении. Все. Наш веб-сайт пошел в интернет, в море, да, море интернета. Море интернета. Что сейчас будет происходить? По мере того, как мой сайт будут заходить люди, он как на зажигании будет подниматься. И если мой сайт будет интересен другим людям, потому что он поднялся выше, его посмотрело больше людей, и если он там задержался, его посмотрели другие люди, он поднимается уже автоматически, да, как автомобиль, как сейчас придумали гибрид, да, автомобиль или гибрид. Вы нажали, все, оно автоматически идет дальше, автоматически. То же самое и здесь. Поэтому я думаю, что рейтинг у нас сейчас, как вы думаете, я думаю, не только я, я хотел бы у вас это спросить. Рейтинг у нас поднимется. Представьте себе, сколько сейчас начнется новых веб-сайтов создаваться и сколько начнется тратиться кредитов сейчас. Вы себе не представляете. Я думаю, что самое главное приключение начинается вот именно вот с сегодняшнего дня. Самое главное приключение, потому что вы увидите, какие нас ждут следующие продукты, да, и вот я немножко познакомился, немножко познакомился с нашим шикарным новым продуктом, да, который у нас скоро выйдет, Ючат, это просто, просто, просто будет бомба. Хотя уже наш веб-сайт, это бомба сегодня, это бомба. И кто это понимает, это серьезнейшая бомба, потому что можно создать на этой основе создать невероятный успех и финансовый, и личный, и духовный, и какой угодно, потому что у нас есть прекрасный маркетинг-планк, я думаю, что он понравился, он легкий, самое главное, что он легкий, понятный. Я вам скажу откровенно, я старые программы по веб-сайтам долго изучал, долго, и я вам скажу, и сложно было создавать это все, сложно было. Я в конечном итоге, ну, очень тяжело, очень тяжело, долго времени, очень тяжело, и не хочется, и лень становится, когда вам и непонятно, и глючит, и все, что угодно. Здесь работает как часы, вы увидите, как это, это просто будет сказка, потому что все отработано, долго прицеливались, но сделали очень хорошо, удобно, доступно, в несколько кликов. На самом деле, представьте, это просто у нас сегодня первый тренинг, первый тренинг, и я думаю, что понятно, многим будет понятно, когда они повторно посмотрят это, если даже непонятно с первого раза, но представьте себе, какие деньги сидят в этом, потому что это все стоит на одной платформе нашей. Мы все будем работать фактически в одном месте, в одном месте, и поднимать наш рейтинг, поднимать маркетинг-план свой, поднимать персональный маркетинг-план, и посмотрите, вот здесь вот сидят основные деньги, вот здесь вот глыба, потому что все захотят, все захотят, причем все будут покупать, потому что это недорого, те цены, которые там стоят, они недорогие, и когда этот человеку будет возвращаться в виде реальных доходов, если у него бизнес, никто не будет жалеть, никто, потому что люди тратят на рекламу огромные деньги, и они не работают, а сколько потратить там, 100-200 долларов. Но научиться нужно бесплатно, стать профессионалами бесплатно, учитесь, создавайте себе веб-сайты, тренируйтесь, что непонятно, у нас есть суппорт, если вообще непонятно, у нас есть суппорт, у нас есть спонсоры, которые могут помочь, у нас есть просто хорошие люди, много хороших людей. И я думаю, что этот маркетинг-план, вот где основные доходы, я вам скажу, странички, это самые большие доходы, вот здесь, если люди понимают, где, так сказать, фокус во всем, да, то фокус вот здесь, вот здесь, вот оно, вот эти вот 5-10%, вот огромные доходы, огромные. Я вам скажу, сегодня многие люди могут создать невероятный успех. Я вам скажу, я встречался с Аней Жанг и просто вот задумался, сам задумался, вот как так происходит. Я был полтора года назад, разговаривал с одной женщиной из Японии, она просто приехала уточнить, или вообще это все правда, или это не обман, да, аксесс-маркетинг, или это не обман, или правда, это все по-настоящему. Она потратила деньги, приехала на конференцию, чтобы просто проверить, или правда это, потому что в интернете, говорит, много обманов, я приехал посмотреть, или это не обман. Эта женщина имеет сегодня под собой 12 Black Diamond, полтора года прошло. Вы знаете, что такое Black Diamond? 12 миллионеров под ней. 6 месяцев назад начали Корею, то есть до сих пор была самая быстро развивающаяся страна Япония. Сейчас начали развивать Корею, 5-6 месяцев. Корея обогнала всех, за 6 месяцев 7 Black Diamond у человека, 7. Появились Black Diamond уже не в 1-2-3 степени, к которой мы привыкли, 4-й и 5-й. На русскоязычном пространстве за 5 лет подготовлено только 2 Black Diamond. Почему мы хуже других, я не пойму. Я уже молчу, про что сегодня делается. В прошлом году после Киевской конференции, после Киевской конференции, сразу после Киевской конференции, Стив Реннер и Анна Жанк, они поехали в Австралию делать первую в мире презентацию Аксесс-маркетинга. Первую. Сегодня, я боюсь назвать цифру, сколько там Black Diamond. Еще год, год прошел только, ровно год, июнь месяц. Да? Нет, не прошел год. Мы были в сентябре. Мы были в сентябре, еще год не прошел. Всем даются одинаковые возможности в этом мире. Но, я думаю, что, может быть, наши люди долго запрягают, да? Долго запрягают. Но, я думаю, что этот продукт, он должен, потому что он должен породить веру в себя, в каждого человека. Потому что, самое главное, это вера, вы знаете же, законы, духовные законы. Вы знаете, что человеку, человек состоит из души, да, кто в это верит. И у человека есть еще два тела. Одно есть у него физическое тело, есть у человека еще психологическое тело. Ну, сейчас, говорят, есть третье тело, да? Автомобиль, да, это тоже его тело. И на этих телах, на этих пространствах мы получаем боль постоянную на физическом уровне и на психологическом уровне. Боль. Некоторые воспринимают боль как наказание. На самом деле, это не наказание. Боль, это чтобы человек почувствовал, проснулся, проснулся, наконец, да, проснулся, очнулся. И я думаю, что если кто какую испытывал боль, боль в виде недостатка чего-то на психологическом уровне, скажем, недостаток финансов, недостаток здоровья, недостаток общения, я думаю, что этот продукт, он поможет устранить эту боль. Я думаю, что он поможет, потому что сомнений лично у меня нет. Никаких. То есть, видно, что он сделан лучше, то, что до сих пор я видел, технологии. Конечно, когда-то будет еще лучше что-то, но на сегодняшний день это просто, легко, быстро, и я думаю, что мы с вами должны это делать. Я думаю, что мы с вами должны это делать, и я надеюсь, что я, видите, в течение часа, я сегодня уложился ровно один час, я уложился сегодня, мы с вами сегодня изучили, изучили первый раз, продукт, который только-только вышел в компании Access Marketing, но он уже отработанный, мы с вами сегодня изучили бесплатную версию построения веб-сайта, веб-сайта, и рассмотрели, как этот веб-сайт не просто создать любому человеку на планете, в любой точке земного шара, любому человеку, у которого есть какой-то маломальский интернет, создать веб-сайт и этот веб-сайт продвинуть, продвинуть совершенно пока бесплатно, бесплатные версии. Конечно, нам понадобится все, что есть в платной версии, можете представить, хотя в бесплатной практически есть все, есть и описание, и тексты, и можем использовать любые видео, и свои, и из ютуба, из любого другого места, и навигацию можно там поставить, и карту поставить, все, что угодно, все, что угодно, и красиво, красиво это опорит. У меня на сегодня все, я всех поздравляю с началом новой серии продуктов, давайте начинать с вами работать, давайте думать, как нам конференции в Лас-Вегас приехать с хорошими результатами, но чтобы было не было мучительно, слушать, как другие преуспевают, как другие преуспевают. Спасибо вам всем за то, что вы сегодня были здесь, я надеюсь, что мы сегодняшний день провели с пользой, и сегодня мы включили ключик, и это зажигание сработает, и мы с вами поднимемся на вершину, на вершину, которую каждый себе определил. Всех благ, здоровья, до свидания, до встречи, пока. Пока.